Привет, PlayUa! Я не воспринимаю себя как светило. Что-то у меня получается и мне действительно интересно заниматься сценарной работой. Не чувствую никакой тяжести в этом, наоборот, одно удовольствие. Вообще в украинских играх последних достаточно хорошие сценарии. Вспомним даже тот же Metro 2033, Metro Last Light. Ну, я вообще не называю это карьерой. Скорее, это больше дело моей жизни. Игры я полюбил еще в раннем детстве и с тех пор я понял, что делать игры это, наверное, самое крутое, что это может быть. То есть игры для меня это то, что мне очень интересно. Скетч Тейлз – это первый проект студии. И если он будет удачным, то вы увидите другие проекты от AD Studio. И, надеюсь, они будут совершенно разных жанров и масштабов. Поживем, увидим. Честно, не знаю. По-прежнему я надеюсь, что когда возобновится разработка «Сталкера 2», я буду там приниматься сценарием и гильдизайном. Я думаю, что с выходом игры количество экспертов возрастет и будет одни всех возрастов. Потому что у нас игра интересна как с самым маленьким, так и с совершенно взрослым. Я бы не сказал, что Скетч Тейлз вообще похож на Майнкрафт. Больше экшена, живого мира. Я сам очень люблю Майнкрафт и с большим уважением отношусь к этому проекту. Играя в Майнкрафт, мне как раз не хватало возможности самому создавать многие объекты. И в Скетч Тейлз мы решили дать игрокам эту возможность. Чтобы игроки сами могли нарисовать все, что они хотят. Оружие, существ, блоки, стены, явления природные. Скетч Тейлз это приключенческая ролевая игра с видом от первого лица. В ней будет много драйва, экшена, головоломок, ловушек, тайн, секретов, мест, которые можно исследовать. Там и элементы ужаса могут быть, и исследований, и даже мистики. Поэтому да, ответ здесь будет много развлечений, помимо создания чего-то нового и рисования. Все созданные существа сразу будут живыми и будут взаимодействовать с ними. Мы подключаем существам систему симуляции жизни, чтобы они бродили по этому миру, встречались другими существами. С враждебными они могут сражаться, с дружелюбными обмениваться. У них будет отношение. Они сразу дружественно относятся к тому, кто их создал. Они будут чего-то хотеть, у них будут свои потребности, желания. Как пример построить свой домик. И вот он для этого будет собирать какие-то камни, ветки и пытаться этот домик создать. История эскиштейоса начинается с того, что некая злая сила похитила все цвета. И мир обеспечен и начинает разрушаться. А местные жители просто исчезают. Ситуацию может спасти только герой. Станете ли вы этим героем? Я не знаю. Потому что у вас огромная свобода. Вы можете спасать мир, создавать что-то новое или заниматься какими-то своими делами. Вы можете путешествовать в мирах, служенных другими игроками. Можно будет делать много чего, помимо сюжета. Что касается сюжета, то мы планируем сделать сэндбоксовую историю, которая будет развиваться в течение многих лет. Это живая история, она не эстетичная. И она будет просто иногда происходить так, иногда так. То есть все элементы, все герои в ней живые. И она будет давать совершенно непредсказуемые результаты. Поэтому вряд ли вы сможете увидеть все в скейч-тейлисе. Я сам взрослый геймер. И так получилось, что я уже переиграл во всю штуку можно. Устал от потериалистичной графики. Уже все приелось. И хочется чего-то нового. И хочется как-то вот, чтобы игра вовлекала в свое творчество. 64 понравится взрослым игрокам. Потому что это матерое РПГ. РПГ, в котором вы сами можете нарисовать, как выглядит ваше оружие. Как выглядит ваш персонаж. Как выглядит ваш мир. И это огромная свобода самовыражения. Ну, прежде всего я тоже не заканчивал художку. И я не художник. Чтобы играть в скейч-тейлис не нужно быть Ван Гогом. Даже наоборот. Фишка скейч-тейлис в том, что вы можете научиться рисовать. И с обычного, простейшего рисунка вы можете дойти до действительно того, что вас самих удивит. Ну и потом, дурацкие персонажи это наоборот. Это один из комедийных элементов скейч-тейлис. Только представьте, как совершенно дурацкий персонаж. Сколько фана он будет давать, когда он начнет жить в этом мире. Размножаться. Строить домики свои. Нет ничего плохого в том, чтобы рисовать. Что-то страшненькое. Оно обретет определенную харизму, когда оно живет. Мне понравился проект. У меня сразу появились какие-то идеи, что можно было бы там сделать. Я принял приглашение быть консультантом на этом проекте. Это как раз было в середине компании Kickstarter. К сожалению, в самой подготовке компании были допущены грубейшие ошибки. И я предлагал, как это можно исправить. Снять видео новое. Даже предлагал перезапустить компанию на Kickstarter. Но руководство студии решило довести все-таки компанию до конца. Получилось, как получилось. Ареал был заморожен. Наши дороги с West Games разошли. Но я по-прежнему считаю, что этот проект действительно мог сказать что-то новое в духе сталкерской постапокалистики. Ну, про скидывание я думаю, что это было всегда. И всегда кому-то кажется, что все плохо. И вот раньше это было офигенно, а сейчас не то. Я думаю, что сейчас все хорошо. В Пиеве, ну вообще в Украине очень много студий, которые занимаются планшетными, мобильными играми. Небольшие студии, независимые студии. Плодятся и размножаются. И я думаю, что мы переживаем некий, наоборот, расцвет украинской игровой индустрии, которая еще будет нас удивлять. Круто работать в крупных студиях. Но мне хотелось сделать свое. Мне реально уже в индустрии со своими мутками, конвейерной разработкой. И хочется сделать что-то более драйвовое, где больше души, больше творчества. Поэтому я решил рискнуть и Пичтейл, и директора его нашего за 8 лет, который я верю. Поэтому для меня это мой путь, это мое дело. Я не сомневаюсь. С вами был Алексей Фетянов, AD Studio. Дивиться PlayAge.